всем привет продолжаем рассматривать картины мастеров Андрея Монтенни итальянский вакханалия с бочонком для вина написано до 1475 года на протяжении всей своей жизни Монтенни был очарован классической древностью в середине 16 века биограф Джордж Вазари первым из многих отметил что работы Монтенни в двух измерениях обладает скульптурным качеством написав Андрея всегда придерживался мнения что хорошие древние статуи были более совершенными имели большую красоту в разных частях чем показано на природе Монтенни был в Риме с 1488 по 1490 год и погрузился в изучение древних изданий статуи рельефную скульптуру которые были раскопаны и собраны антикварами после возвращения в Монтую Монтенни продолжала использовать свой римский опыт эта композиция была вдохновлена античными саркофагами которые находились в коллекциях семьи Дела Валле и церкви Санта Мария и Маджоры в Риме является ярким примером того как воображение Монтенни могло бесконечно переформулировать античные источники совершенно оригинальные проекты здесь пьяные фигуры собирается вокруг винного чана наполняя пространство похоронным величием это вызывает воображение более глубокое эмоциональное содержание в зрениях ассоциациях между вакическими обрядами и христианскими мистериями без сознательного юношу в центре поддерживает изможженная скорбящая фигура очень похожая на мертвого христа в пиете из всех возможных интерпретаций этой гравюры наиболее вероятно что монтенни создавал свои гравюры как средства сделать свои работы широко известными за пределами своего круга покровителя в Монтуи Монтенни применял слои диагональной и зигзаговой штриховки с элементами крестообразного штрихования чтобы добиться сильного эффекта в тоне прежде не виданного в итальянских оттисках мягкая с плавными переходами техника с искусственно прорисованными контурами бесконечно варьющимися по толщине и глубине мастерски воссоздает написанные пером рисунки того времени ну вот такое описание к работе Андрея Монтенни итальянского вакханалия с бочонком для вина я нашел в интернете пока пока до свидания всего хорошего до новых встреч а